Выстрел! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся сегодня в городе-курорте Анапа и отправляемся в зону СВО. Повезем гуманитарку для наших ребят. Точка, куда мы ехали, была неизвестна нам до последнего момента. И разглашать цель поездки и куда мы едем не имели никакого права. Близкие знали только то, что мы едем в зону СВО. В кону жизни наших ребят, которые нас защищают. Здравствуйте, меня зовут Каграмнян Руслан Григорьевич. Я являюсь председателем правления Центра Амянской национальной культуры. Мы загрузили гуманитарную помощь и будем ее сейчас доставлять в зону СВО для наших ребят, которые воюют. Меня зовут Амазас Пыриян, депутат совета города-курорта Анапа. Совместно с Анком собрали груз и в очередной раз отправляемся в зону СВО. На ночь мы останавливаемся в таком номере по пути в то место, куда мы едем. Места не гасим. То есть стоимость этого номера в районе полутора тысяч выходит за сутки. Но нам чисто переночевать. Мы рано утром уедем. На троих рассчитан. Система, телевизор, душевая. Все принадлежности. Даже выдают тапочки. Время почти пол первого ночи. Мы ложимся спать. Время подъема 5.30 утра. Хотя легли где-то в час ночи. Даже еще не светает. Но мы отправляемся дальше в путь. Иногда вот так едешь и бац, дорога кончается. Нас гугл сюда привел. Навигатор, туман. Грунтовка такая, в которой можно вязнуть и, так сказать, жижи вокруг. Эдуард, узнавать, можно ли туда дальше проехать. И, в общем, наша колонна с гуманитаркой становилась в раздумье. Ехать сюда или не ехать. Не поверите, мы, короче, здесь проехали. На пузырьке на Тойоте. И сели дальше. Не доверяйте гуглу и слушайте свой разум. Вот так вот, ребятки, вытаскивают газель. Раскачь, раскачь, раскачь. Вот здесь командующий. И поехали, ладно, помогайте. Нет, нет, сильно не гадуй, сильно не гадуй, сильно не гадуй. Потихонечку, давай. Раз, два. Поехали. Подождите, подождите. Раскачь. Раскачь. Раз. Раз. Пойдем, спасибо, шел. Надо бы езжать, искать, наверное. Все, вроде бы газель села плотно. Это просто вещь. Мы дошли трактор, и он поехал спасать наших ребят. Порвал! А где, а есть еще? Ели, где есть. Кому, скажи, не поверят, ребята. Шел третий час, как пытались пацаны вызволить газель. Уже катаются на тракторе по деревне. Говорят, а гуляем на все. Такие газельку мы достали. И ждем наших еще ребят на тракторе. Они просто решили еще покататься. Вот наш спаситель. И ребята возвращаются на тракторе. Вам понравилось, да? Вообще, Гольф. Все, погнали. После пункта досмотра двигаемся по трассе. Здесь мы видим, что идет вообще прям ремонт дороги. Новый асфальт. Можно заметить, что на одного стало меньше. Мы передвигаемся уже по зоне СО. Регион, в котором введено военное положение. Здесь можете увидеть, как пришла Россия. Делают дороги. Везде меняет асфальт. Благоустройство сразу же идет. Работает огромное количество рабочих. Здесь приводят все в порядок. Едем как будто по СССР, но зато дорога как стекло. Новенькое, классное. Люди занимаются хозяйством. Животинки разнообразные. То есть, ухоженные все. Тут как бы ничего вообще не говорит о том, что введено военное положение. И все выглядит как-то по-другому, что ли, да? Нет? Абсолютно спокойно. Флаги. Обратите внимание, какие висят. Людей не так уж и много видно. Ну, а где вы в деревнях видели огромное количество людей. Мужчина идет с магазина. Магазин работает. Сейчас мы въехали в один из населенных пунктов. И также можете увидеть, с какой скоростью здесь идет благоустройство. Люди гуляют по улицам. Дорога идеальна. У нас, видите, зеленая на хуже дороги. По пути нам встретился очередной блокпост, на котором у нас досматривают, проверяют. Тут военная комендатура. По бензину там 48,5, 46,2 и 60 рублей. Жизнь идет. Рынки работают. Людей, техники. Тут огромные скопления. Люди говорят, что за населенный пункт, что не особо надо. Но народу здесь прямо очень много. Машин много, он таксисты. В общем, жизнь идет и идет вполне себе хорошо. Хотя за точки соприкосновения здесь совсем ничего. И сюда прилетают. Нет, нет. Приветы. Обычная городская жизнь. Самое главное, что асфальт везде помененный, новый, прям идеально. Мы уже, наверное, полтора часа едем и ни одной даже ямочки нету. Просто идеальное дорожное покрытие. Страшно наблюдать, конечно, когда вот так вот. Обычный большой город. Со своей жизнью, своими улочками, жителями. Причем наполнен людьми, и их здесь, ну, очень много. С той стороны, видишь, вон он и почта. И все работает, объявления, молодежь. Это все как везде. Вот вам, пожалуйста, школа с левой стороны. Тоже все работает. Дети на площадках. Здесь вот ребята помогают, так сказать, на деревьях. О, что отличает, то, что с автоматами на улицах, конечно. То есть привезли, ребята мои, гуманитарку. Это тяжелое, когда надо человека два. Дождевики. Дождевики. О, попрощился. Полностью машина забита. Здесь там кофе, чай, мать, продукты, бинты. Это шпальники. Это вот пленка. Так, шпальники. Это у нас продукты тоже. Это тоже продукты. Баня, палатка. Куча всего, о чем просили ребята. То есть все передаются носки ребятам. Вот генератор, стейки для палаток. То есть ребята помимо того, что сделали буржуйки, еще продумали к ним трубу. Потому что палатки военные высокие. Чтобы хватило их не подпалить. Никуда они одеваются полностью. Уже буржуйки устанавливаются. Так же вот раскладушечка. Она, получается, тепло дает? Да. Однозначно. Работает она на разных топливах. Даже на спирте. Спирт, ну спирт, я думаю, не стоит. Бензин и соляка, соответственно. Вот эти штуки вот так вставляются. Разогреваешь пищу. Их убираешь, она дает тепло. Вот это вот регулятор. Вот это раскрутил, залил, накачал. Все, она работает. Печик не одна штука. Это вот полностью комплекты. Около 100 спальников. Их сразу сейчас повезут в поляр, чтобы раздать ребятам. Вот такая вот тема. Это портативный душ называется. Тоже ребятам сразу же отвезут. Вот выглядят печки. Все, газельку полностью опустошили. Ладно, миссия выполнена. Все разложили по местам. С печками, плитками, палатками. Есть огромное количество полезных для ребят вещей. Перчатки тактические. Все большое спасибо. Сумка непромокаемая здесь. Вот здесь. Одеяло теплое. Вот даже так, да? Носки, да. Все, это пригодится. Все, большое спасибо. Носочки, да? Ага. Повербанк. Ага. На 30 тысяч ампер часов. Ага. И на солнечных батареях. И как долго он заряжается? Надо протестировать. Понял, я протестировал отдельно. Слушай, ночью мы его заряжали, чтобы он был у тебя с зарядом. Все. Вот это шикарная вещь. Вообще шикарная. Ребята пригласили, за стол посадили. Телевизор включили. Сейчас кофе еще нальют. И вот шикарно. Мы приехали на полигон, где обучаются наши солдаты стрельбе. Тренируются, чтобы повышать свои навыки. Сейчас как раз таки происходят стрельбы с АК-12. У нас тоже попробуем вооружение. Да, сейчас. Постреляем. НЦВ. Изводим. Есть НЦВ. Все, выстрел. Можно на плавающем режиме его сделать, чтобы он крутился. Это просто жесть, что за пушка. Попробуем. Можно ставить плавающий или нельзя? Ну, можно ставить плавающий режим. Так, так. По-моему, я его уже перебил. Все. Харе с меня. Эта вещь, короче, пробивает. Даже БТР. Это просто пушка. Конечно, к нему привыкнуть. Надо, что при нажатии до конца она сначала замирает, а потом начинает так долбить. Я сейчас пробил колесо прям, разрезал его. На двое практически. Ощущение, конечно, фантастика. Вот это мощь, ребята. Как дальность выставлена, соответственно, снимать с предохранителя, заводить, оттянуть назад на себя, после чего отпустить. СВД, ребята. Чуть-чуть повыше. Там стоят бронепольные зажигательные. Соответственно, увидели, как загорелся. После ствола и аптектора. Глаз сильно не прижимайте, да. Потому что можно по брови ударить. Тачкую. Один, наверное, на него. Подача слабая, давай. Ну, все слабые. Обратно встанет в это положение. Как магазин новый, сейчас не пристегивается. Заново взводите и все. Ложитесь по правую руку. Как называется? Снимайте с предохранителя вперед до конца на себя и потом возвращаете ее обратно. И пулемет будет на себя. Для прицеливания коллиматорный прицел. Щуриться в него не нужно. Просто смотрите двумя глазами, наводите треугольничек на цель и ведете огонь. Для того, чтобы вести огонь, снимаете с предохранителя флажок вот сюда. На значок огонь. Рукоятка, пролежание на себя до конца. Вперед в рукоятку возвращаете. Делайте холостой спуск и на предохранитель. И на предохранитель. Еще. Вау. Это прицел. По ходу попадают, да? РПГ-7В. Калибр 30 мм. Почему граната большая? Потому что калибр и дешевый. Соответственно, ничего особенного нет. Комулятивная граната. Дальность полета примерно 500 метров. В зависимости от погодных условий. Есть, конечно, полегче. Это чуть потяжелее. Соответственно, дальность не сильно велика. Но поражающий эффект у нее очень хороший. РПГ имеет механический прицел открытого типа. Две рукоятки. Одна идет ударно-спусковой механизм. Красная полоса означает, что предохранитель снят. Положение крайнее означает, что он заведен. Когда нажимаете спуск, происходит удар. Ударяет по бойку. Вот поэтому внутри, можете увидеть, он, когда нажимается, торчит. Здесь находится капсюль, по которому происходит накол. После чего вылетает граната. Отдачи у данного гранатомета нет никакой. Позади вас должно быть пустое пространство. Не менее 20 метров. Потому что реактивная струя, которая будет выходить, сносит на своем пути очень хорошо. Положение, при котором держать. Правой рукой держится за ударно-спусковой механизм. Левой рукой берется за рукоять. Вот ваше положение для стрельбы. Сводится, снимается с предохранителя, делается спуск. Прежде чем нажать спуск, целите, говорите выстрел. Соответственно, чтобы предупредить, кто находится в округе. На окончание слова уже вы нацелились, выстрел и производите спуск. Три зарядки. Винт, прорезь, небольшим усилием. Выстрел! Охренеть! Просто до мурашек. Тут вообще есть вот такие вот. Выстрел! Выстрел! Автоматический гранатомер. АГС-17-2. Стреляет только очередяне. Из-за того, что... Ну, соответственно, год с тем, 10 часов. Есть одиночество, есть очередь. Хорошая вещь для подавления сил пехоты противника. Соответственно, один выстрел, одна граната. Радиус поражения порядка 6-7 метров. То есть круг в диаметре получается около 14 метров от одной гранаты. Востояние 200 метров, а осколки с неба падают. Улитки. 29 выстрелов. Дальность стрельбы, если брать на стильную траекторию, То есть вы видите цель 1700 метров. Если вы цель не видите, Также можно по траектории, по навесной. Это порядка от 1 километра до 1700 метров. Но там угол возвышения будет примерно вот такой. Она будет сверху заплевывать. Мы здесь стреляем на стильной траектории, Порядка там, ну, 400-500 метров до горы. Он прыгает, когда стреляешь. Нажимаешь спуску, он, соответственно, делает прыжок. Когда идет очередь, он несколько раз прыгает за счет этого. И идет эффект того, что это шахматы на доске. Выстрелы идут по площади, закладывают их. Когда взводите, упираться ногой. Это стопор по горизонту. Здесь стопор. Это движение в вертикали. Механизм подъема идет так же и можно опускать. Когда все выставлено, стопора застопариваются. Производится выстрел. Когда идет одиночный выстрел, нажали, отпустили. Граната упала. Вы посмотрели, где разрыв. От нее делаете корректировку. Для того, чтобы положить по площади, снимаете стопор. Отводите в одну сторону, нажимаете. И без остановки проводите в другую сторону. Туда, сюда, несколько раз. За счет этого по площади будет очень много взрывов. Кушал сегодня. Ну, можно несколько выстрелить. Вот эффект, то, что я рассказывал. За счет прыжка идет раз-два. Теперь наблюдайте, что происходит. Вот работа по площади. Граната наступательная. Граната собирается. Запал граната. Выкручивается. Вкручивается граната. Укладывается между двух пальцев. Вот здесь. Чтобы была скоба. Разгибаются усики. Не выдергивается. Тихо-тихо. Не выдергивается. Тянется. Просто вытягиваем, немного поворачиваем. Не крутим гранату, крутим кольцо. По команде граната все ложатся. Не ложатся, присаживаются так, чтобы ваша голова была ниже холма. Вот рубеж открытия огня. Граната. Ждем. Граната. Граната. Срывается сразу при касании. То же самое. Чем дальше, тем лучше. Разгибаем. Если до второго достать не можешь, просто кольцо проворачиваете. Он выйдет там, где можно его взять. Граната. На память на что-то жесткое. На память. В кино это все так быстро происходит? Да, очень быстро. А граната. 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 Служи. Граната. Происходит. Кидаем? Нет. Вот у этой гранаты поражение порядка 150 метров. Какой? Вот это. Это F1. Оборонительная граната. Осколки разлетаются. 150-250 метров. Это фото на память. Я очень почему-то боюсь гранатами. Не знаю почему. А у этой поражающей вообще радио сколько? Ну, порядка 50 метров. Разможно столк. Соответственно, поэтому кидаем туда и присажившимся. Ну, как раз примерно 15 метров. Понял. Ну, самое интересное, в фильмах показывают бац, так резко выкинул. Пошел. Граната. Вы все видели, друзья, сколько оружия придумано людьми для убийства других людей. У меня к большому сожалению или к счастью в конце микрофон не дал возможность вам показать и выразить свои все чувства и эмоции, но честно, до слез. Это очень больно видеть вот эту картинку, которую мы с вами наблюдали в кино, в реальности. Как стоят на часах ребята, как находятся в городе с враждебно настроенными жителями, как огромное количество людей рукует каждый день своей жизнью и отдаёт эту жизнь ради того, чтобы у нас в будущем было мирное небо над головой. Я выражаю огромную благодарность каждому, кто решил защищать родину, кто выбрал эту профессию, кто ушёл сейчас по мобилизации. Спасибо вам, дорогие наши. Мы же, как тыл, должны в свою очередь стараться поддержать вас. И люди должны понимать, что наша победа, наша армия – это только наша забота, всего государства, каждого человека. Ведь ребята радуются любому вниманию, когда к ним приходят туда на передовую весточку общению. Я очень многого здесь не показал, не рассказал, не раскрыл, надеюсь, ни одного лица, с кем мы общались. Спасибо всем за ваши рассказы, за вашу честность. Я не могу вам озвучивать то, что там они говорят, то, о чём я теперь знаю. В большом сожалению, это всё, как говорится, военные тайны. Хочу извиниться перед всеми, кто переживал за меня, дорогие мои. Я не мог раскрывать цель поездки к местам и сами не знали до последнего. Понимаете, что на кону жизни наших ребят. Мне сказали, что в сетях может получиться хороший военкор. Сомневаюсь в этом, хотя кто его знает, как оно будет складываться. Одно неверное движение, один неверный кадр может привести к потерям жизни. И для меня это может стать самой большой трагедией. Пострелялись небольших видов, так сказать, оружия. В основном это всё были, кроме штурмовой винтовки и модифицированных гранатов, ещё изделия из времён СССР. Спасибо ещё раз всем, кто помогает. Хочу выразить отдельную благодарность. Конкретно ездил наш депутат Амазас. Он изготовил лично вот эти вот печки. Ребятам, которые были за рулём, той же самой Газели. Ну и отдельное спасибо председателю управления Центра армянской национальной культуры имени Николай Арамович Испирьяна. Как Романян Руслан Григорьевич. И всем неравнодушным людям, кто поддерживает наших ребят, не остаётся вдали от тех проблем и бед, которые есть. Могу сказать, что по обеспечению сказали, что всё выравнивается. Сейчас большая проблема с техникой. Буквально нужны военный Урал. Теперь я ещё больше понимаю о том, что был абсолютно прав, когда говорил, ни в коем случае не стоит осуждать свою армию. Если вы там не были, если вы слышали только по разговорам, сидите, обсуждаете что-то на диванах. Достаточно даже не попадать под пули, а просто увидеть глаза тех ребят, которые понимают, что каждый день может стать последним. Именно здесь и сейчас. Спасибо за внимание. Хочу сказать, что там очень страшно. И даже решиться туда поехать было просто нереально сложно. Также читал о том, что мне кто-то где-то что-то заплатил. Господи, берегите свои души. Теперь точно всё. До следующего видео, надеюсь, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok